Так вот, если подумать, мы очень богатая нация. Дело в том, что мы буквально живем на драгоценных металлах. Ну, не в большом количестве, а в некотором. Кстати, гораздо большим, чем они есть в природе, они у нас присутствуют. Я про золото, серебро, платину и другие материалы. Дело в том, что все эти вещи в большом количестве были в нашей любимой электронике. И еще советской электронике. Если вы сильно покопаетесь, то наверняка в гараже, на чердаке или в саду, а может быть и в подвале, найдете несколько таких замечательных деталек с желтыми контактами. Ну, либо какие-то полосочки желтые, либо вы найдете релюшки старые. Так вот, открою вам глаза. Вот это желтое вещество, это и есть золото. А в релюшках стареньких очень много было серебра. Ну, и вообще во всех радиодеталях есть то, что сегодня может быть утилизировано. Но куда вы можете принести эти все вещи? Вот большой вопрос. Вы же в ломбард не принесете и вам там не оценят. Вот сюда приезжаем на Дружбу 33. И сегодня и сейчас есть возможность заработать от нескольких десятков до нескольких десятков тысяч рублей. Где же такие миллионы берутся? А сейчас напомню, мы щедро во время СССР разбрасывали ненужное. Тонна меди, закопаем, алюминиевые самолеты, раздавим. Да тогда никто не кичился золотом и богатства на всех хватало. И медик был медиком и учитель учителем. Это помнят только те, кому сейчас 40 и выше. Теперь напомним для того, у кого память отшибла. В каждой инструкции советского времени на любую электронику, да и на автомобиль, была вложена предпоследняя страница с содержанием драгметаллов. Кстати, я с трудом предполагаю, сколько денег закопано на советских свалках. И вот где находилось золото. Ножки микросхем, транзисторов и диодов, панельки для ламп, да и сами лампы. Все, что было желтым, это золото. Большинство из того, что чернело, это серебро. И вы, пожалуйста, не думайте, что смыть золотое покрытие с контактов – плевое дело. Сначала эти контакты нужно в кислоте растворить, а затем собрать золото толщиной в молекулу. Хлопотное и опасное это дело. Естественно, промпроизводство химкомбината сделает это в разы быстрее. Вопрос, куда деть все это добро, которое сейчас и не нужно. Вот смотрите, у меня, допустим, сохранились старые-старые часы, которые уже не ходят. Но они в желтом корпусе. Это деньги? Да, это действительно ваши деньги. Сколько примерно это стоит? Вот золотой корпус? В смысле, позолоченный? Такой модный ранее. Позолоченный корпус, он в зависимости от процента содержания золота. Самое малое. Что-то посчитайте буквально. По чем его берут в ломбарде и по чем вы берете? Большие дамские часики вот такие вот стоят 50 рублей у нас берут. Доходит сумма до 100 рублей. 100 и выше. Все зависит от содержания золота в них. Давайте вот посмотрим, к примеру, от дедушки радиолюбителя или от папы там, ну или еще от кого-то достался сундучок с микросхемами, с транзисторами, с желтыми ножками. Это, ну, реальные деньги? И какие это деньги? Да, вот в любом транзисторе я стою до 90-го года, выпуска, там есть золота, задержащие микросхемы, транзисторы. В реальной цене они стоят около 30 рублей одна штучка. По сути события, то, что валяется хламом, несем сюда. Всю советскую элементную базу тоже. Потому как это только сейчас компьютер стал размером с кассету для магнитофона. Но 50 лет назад было по-другому. Я, конечно, понимаю, что хорошо, когда в хозяйстве пригодилась сначала цветнина, потом железюка ржавая, а затем и драк металлы. Осталось задать вопрос, а когда мы перестанем окончательно гадить своим потомкам? Но это вопрос другой передачи. Когда-то было такое время, когда металлургический комбинат не окружал забор. Тогда можно было тащить все, что угодно, и, в принципе, на все это смотрели сквозь пальцы. Потому что, в принципе, был определенный госзаказ, и все. И даже в то время металлургический комбинат и все предприятия просто выкидывали серебро тоннами. Потому что различные клеммы, контакты, потом электроника, все это было нашпигованным кусочками серебра. Естественно, самые опытные электрики, что они делали? Они просто брали все то, что выкидывается, и аккуратненько откусывали серебро. Но это же драгоценный металл. Вы его никуда не сможете сдать. Выгодно, кроме как сюда, принеся. На дружбу 33. Представляете, у вас где-то в доме лежит небольшой кусочек, который стоит, ну, несколько тысяч рублей. А может быть, несколько десятков тысяч рублей. Сегодня и сейчас надо драгоценные металлы возвращать в производство. И возможность такая есть. Принеся старые радиодетали, элементы электроники, и в том числе даже материнские платы, сюда примут, и еще и деньги заплатят.